но пока мы здесь стоим в марине есть великолепная возможность походить в тренажерный зальчик и привести себя в порядок после долгого перерыва который мы провели в океане поэтому шмот скут и можно ездить здесь кстати шлема обязательно то и в принципе их носить когда ездишь на чем-то транспорте очень даже неплохо так все я поехал в зал заниматься в numey есть большая сеть фитнес-парк называется это тренажерные залы которые расположены по всей numey я не знаю как насчет других городов новой калитонии не знаю как насчет сети во франции но здесь эта сеть достаточно популярна и наверное основная которая в которую ходят люди данный зал наверное один из последних который был открыт в этой сети то место где он расположен находится где-то в 5 минутах езды на электросамокате причем удобно добираться что есть дорожки для этого самоката и ты едешь как полноценный участник движения они по тротуару в данном зале очень хорошее зонирование на втором этаже находятся тренажеры кардио то есть вы бегаете и у вас открывается великолепный вид а сами тренажеры хорошие классные новые и очень удобный функционал когда скоростью рычажком увеличиваешь и угол наклона увеличиваешь с другой стороны то есть когда ты бегаешь это очень удобно хотя принципе в любом случае на тренажере это можно выбирать но тут это удобно делать ну и вид здесь конечно очень классный еще здесь на второй этаж выведен зал для пресса и можно заниматься скажем если вы хотите просто покачать пресс или спину то не нужно заходить зал с весами можно это сделать совершенно спокойно отдельно ну и на втором этаже также находятся различные комнаты для бокса чего угодно и еще хотел вам показать одну особенность здесь у всех есть такая привычка после того как ты позанимался на любом тренажере вы подходите к стенду берете салфетку на нее брызгаете специальным средством и потом идете и за собой вытираете тренажер так делают абсолютно все и это единственное место где я такое видел то есть первый раз я такое вижу но как бы и на ромду лайка роман сду поэтому как бы я делаю то же самое как и все в этом зале ну что народ вот я и позанимался конечно же я вам не показывал все упражнения которые я делаю но у меня получается первый день когда я занимаюсь я занимаюсь около двух часов а на второй день где-то 45 минут в час то есть на те мышцы которые в первый день не про занимал то есть если я первый день делаю грудь то во второй я делаю спину там в первый день делаю бицепс 2 делаю 30 в общем вот так вот я и занимаюсь но теперь все обратно на скутер и на лодочку тут говорят есть рядом с нами на юге и великолепный парк мангровый парк в общем там должны быть какие-то красивые дорожки и все вот это мы не знаем мы просто видели его на карте и проезжали мимо поэтому сейчас едем смотреть и 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но это, наверное, еще не тот самый главный, который нам нужен Но отсюда тоже вид красивый А это видно другую сторону Оно, конечно, все такое большое и так далеко Не знаю, что на камере там будет видно И вот мы находимся сейчас на Бильвидере, который был отмечен как Брестейкин Вью Ну, такое, на Порт Ну, такое, на Порт Лышка Слева какая-то муниципальная постройка Хотя, вот это, кстати, все, что вы видите за этим полуостровом Это все еще внутри Барьерного рифа Там еще 10 миль до следующих островов Прикольный вид Дорога вдаль к круизнику Ну, вот мы и пришли Можно подойти, посмотреть Высокая Кто ты? Воин Ну, что, ты поняла, кто это? Это Жанна Дарк Я? Да Сейчас Дина обнаружила умывальник Нам такой нужен Вот это я поднимаю Стильный Клэншер Ванночка для младенца Вон еще одно Проезжали, увидели великолепнейший дом Очень красивый Дина пошла посмотреть, что там такое Там похожая выставка И он открыт, когда происходят какие-то выставки Наверное, отсвечивает Короче, 901 года дом Вот он такой великолепный Просто такой колониальный Красивый-красивый Ну, сейчас мы, может быть, сюда попадем Смотрите, какой великолепнейший дом Это колониальное наследие Парк Скамеечки для отдыха Такой сад шикарный Сад шикарный И такая брусчатка Такая брутальная Там еще охранница сидит сзади Еще один сад Туда можно тоже пройти? Да Ну, давай, идем Что это за выставка? Что сегодня за экспозиция? Ну, это какой-то вот этот урбанс Видишь, урбанс топор А, тут просто городской арт такой Горбанский, да, городский Это урбанистический пейзаж Ну, это вот Нумея, смотри Это все Нумея Смотри, это вот этот завод, который я сегодня показывал Ники Короче, карта 1880 года Ну, это репродукция Это что? Фото-петендер, где эти здания красивые Это надо взять, машина будет попаять Это он у нас почти по пути Да? Ну ладно Нет, это не попадется по расстоянию, как и где мы смотрим Смотрите, вот то, что мы говорим Что у французов есть чувство вкуса Просто кусок ДСП и принт И насколько вот оно хорошо и креативно смотрится Просто как информационная составляющая выставки Супер У меня тут большая часть сделана из такого ДСП и смотрится реально классно Спаленька С видом на сад и на город Дин, смотри А вот приглашение на бал Который идет отель Девиль Это, кстати, мэрия, наверное, отель Девиль Потому что отель Де Полис это полицейский участок Смотрите, картина какая Это вообще старый завод И он, типа, покрыт уже цветами И вот люди на лодках катаются Смотрите, как будто печать Да, но это картина? Да Это не печать, это именно акварель, наверное, да? Нет Что это? Это акрил Масло? Это акрил Оно выглядит как актура, когда акварель А нет, это масло Масло? Да Рекома Air France 49-99 Очень профессиональная работа Это невероятно профессиональная Потому что тут и объем И куча мелких деталей Она смотрится как будто какой-то фотоколлаж Тут есть открыточки Так вот можно брать открыточку Здесь вот на ней что-то подписать И потом вот так вот клеится на стену Здесь вот открытки с всякими пожеланиями Зачем ты спряталась? Не зачем, а за кем За тобой Субтитры сделал DimaTorzok 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 я не могу держать котов потому что у меня сильная аллергия ну если вот так вот на улице то все окей а если вот именно в доме внутри то я могу задохнуться потому что у меня такое сразу начинаются астматическая фигня и вот именно на котов больше больше ни на что такой хвостом смотрит тунту нервничает понятное дело самочкам на средней лодке внимательно на него смотрят ему нужно быть туда за хвост и я его отправлю на соседний понтон в 360 градусов поворотом мы короче сейчас идем в магазин вернее как идем я еду на самокате дина идет пешком она хочет гулять а я не хочу тащить ну что динова и ваша не тут тележка в нее две корзинки грузится так это работа шоколад удивление мало народа я была готова к толпе ну если мы будем ром брать только как было нужно я думаю может даже больше а тогда хорошо кока-кола 350 литровая ну вот два кусочка филе 14 долларов например так луковицы луковицы по 3 бакси за килограмм так картошка 10 баксов за килограмм вот такая вот это будет у нас лук лук 2 доллара за пучок всякие сладкие бататы бананы но бананы какие-то печальные 695 за килограмм грибы 5 долларов килограмм шампиньоны 7 за пачку из 250 грамм перец 7 долларов килограмм тут еще морковка 8 долларов килограмм лимоны 10 баксов килограмм и апельсины по 6 это вот такой а вот за кстати тартар из тунца 5 долларов стоит и вот всякие там суши вот такая палетка стоит около девяти десяти долларов за пачку ну и восемь долларов что ли такой вот шашлычок вот этот лобстер стоит 40 долларов вот так и в двух частей что ты нашла даже черешня и сколько черешня стоит такая вот маленькая стоит 10 с половиной долларов а вот огурцы вот такие здоровые огурцы доллар шестьдесят пять за килограмм это какая-то шара 1 с огурцами здесь хорошо сыр и вот такой сыр 3 бакса здесь есть еще вот такие вот бри например он стоит четыре с половиной доллара ну что ты сейчас берешь так вот помидоры локаль 780 за килограмм прямо полбасы где-то килограмм наверно за 9 долларов это пачка огромная так ступал цепи пульцы 10 7 6 долларов потом здесь у них устрицы устрицы 160 долларов за 12 за 24 штуки ну и лобстеры за 68 долларов за килограмм а тут просто рай всякие орешки черносливы цели сцены вот на них нормально допустим такая вот пачка стоит 7 долларов писташки за 370 тут ваша небольшой отдел всякой всякие кастрюли там тарелки чашки стаканы в общем тут вот много всего вот у дин и очередь нам нужны огурцы 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 стоят он 4 3 с половиной 4 доллара за банку и майонез а майонез дорогой да почему они 940 940 ты нашла горошек почему 550 за горошек так вот у нас почему здесь яйца вообще вот 12 яиц 5550 где найдет у нас сейчас целая миссия смотрите вино алкоголь здесь отдельный отдел который закрывается дверью и там это все можно купить вот эта фасовочка за 115 долларов нет мы не будем он ужасный закид другой подумали вообще здесь нормальная цена на алкоголь 50 долларов короче вот это вот бутылка рома стоит 50 долларов вот мы его на вечеринку и берем агавана клуб стоит 60 и вот пиво 11 долларов за 6 штучек или 12 нету ну одинаково потом мы вернемся ты будешь ой грустно ну давай берем до сипа до сипа я злой не расстроен брют розе 21 доллар ну все лишь берем а вот есть брют за 26 просто обычный брют не розы 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 мне все равно поэтому то что и так у нас он сипа бутылка рома и бутылка розе брюта обошлась нам в 95 долларов при этом они попросили показать айди смотрите какое у меня иди у меня же есть австралийская дия здесь еще волосатый волосатый чувак короче да было у меня в этой истории в моей правами вытерся у нас целая лента вот это вот все наши мы готовы у нас грузовой скутер мы нагрузили вот это вот все что у нас было на ленте прямо на него кстати говоря на ленте все что у нас лежала и вот все что в тележках было получилось на 140 долларов и еще на соточку алкашка вот здесь такие цены в новой калейдонии что у тебя со скоростью чемпион я просто гуляю а а а а Субтитры сделал DimaTorzok